что такое полипринолы какую роль играют они в жизни растений животных человек полипринолы это изоприноидные спирты так называемые полинасыщенные которые присутствуют в каждом живом организме неважно одноклеточный это организм или столь высоко организованную структуру как человеческий организм полипринолы присутствуют в растениях так они известны больше в организме человек и животных изоприноидные соединения называются далековыми немного истории далековы были открыты 55 лет назад в шестидесятом году в энциклопедии химических открытий есть об этом соответствующая запись они были открыты и все не очень поняли что с ними делать дальше и куда их отнести могу сказать курьезную историю произошедшую со мной когда начал заниматься проблемами полипринолов я обратился к очень известному в томске биохимику медицинском университете поскольку мы с ним дружим с моего студенчества и его аспиранство и спросил что он знает об этом вопросе и он специалист по мембранам который ездит каждый год на мембран на международной конгрессе по мембранным вопросам сказал мне ты знаешь это в общем не ко мне я предложил ему открыть учебник биохимии и он открыл его при мне и мы с ним там нашли далековый далековый фосфатный цикл и он был очень удивлен потому что это не читается студентам университетов в лекциях это это просто какая-то проходная информация но в 69 году выяснилась очень значительная роль далеколов вернее их фосфорилированных то есть связанных с фосфором производных в синтезе гликопротеинов гликопротеины это комплексные вещества содержащие как аминокислоты пептидные структуры так и углеводы и к гликопротеинам относятся практически все наши биологические субстраты иммунные тела сигнальные молекулы факторы роста ферменты гормоны и синтез гликопротеинов без далеколов невозможно и далековое присутствует в нашем организме мы их немного синтезируем но в основном мы берем их извне а брать их извне у нас получается очень трудно мы усваиваем от одной десятой до трех десятых процента далеколов из растительного из растительной пищи из животных тоже и мы теряем далеколы каждый раз когда заболеваем теряем их при воспалениях теряем их при инфекциях теряем их при травмах теряем их при дегенерации и так дальше то есть любой патологический процесс так или иначе связан с потерей далеколов и поскольку мы не можем быстро восстановить далековые через пищевой путь то мы усугубляем их дефицит от болезни к болезням и от дня ко дню и восполнение далеколов с помощью их концентратов их растительных аналогов полипринолов абсолютно возможно это уже с нами подтверждено просто и клинической и житейской практикой и как раз и сибэкспи комплексы и другие полипринол содержащие субстраты решают задачу восстановления далеколов и восстановление организма от всего чего угодно если широко так говорить скажите каким образом получают полипринолы и какое сырье при этом используется есть несколько способов получения полипринолов один из них это экстракция полипринолов из биологического сырья и мы можем извлекать полипринолы из животного сырья и мы можем извлекать полипринолы из растительного сырья есть методы многоступенчатой жидкостной хроматографии хотя может быть я немножечко и не прав поскольку я не химик технолог а врач но насколько мне известно это называется так высокоэффективная жидкостная хроматография которая позволяет извлекать полипринолы которых от нескольких десятых до одного полутора процентов растительном сырье или животном находится и выделять их в достаточно концентрированном и очень чистом виде мы извлекаем полипринолы фармацевтической частоты до 95 процентов концентрации и насколько мне известно в нашем продукте эта чистота составляет 85 процентов до в сибэкспи комплексе концентрация и чистота полипринолов очень высока для такого класса продуктов потому что более 80 это уже фарм препараты мы можем говорить об очень высоком уровне качество ингредиентов в сибэкспи комплексе безусловно можем ли мы утверждать что никто кроме вилави и линейки теги 8 не использует 85 процентную частоту я могу утверждать это